Немножко странно быть убитым фиг пойми кем Всем привет друзья, сегодня у нас не просто игра, а настоящая баталия, настоящая игра для настоящего воина Эта игра очень похожа на одну из прошлых игр, на которую я делал что-то типа обзора Взять абсолютно любую пушку, снарядить его аптечкой или патронами Также абсолютно у каждого есть подобие РПГИ Но она немножко отличается в этой игре, только холодное оружие И вы тоже видите этого Деда Мороза И еще кролик с яйцами Я точно зашел в ту игру? Это у нас вроде бы война для настоящих мужчин, где вроде как даже есть кровь Правда она синяя Но Дед Мороз меня все-таки с палкой как-то ну очень сильно сараживает Так что давайте-ка мы от него избавимся И кролик оказался не таким уж милым-то Это очень неловко умереть от смерти кролика Ну да, рандом, почему бы опять не сделать так, чтобы я был один против целого ига воинов Но с самого начала я смело бросаю меч И этот топор тоже полетит прям почти в ноги этому парнише Теперь я остался без оружия и надо срочно что-то найти У нас опять кролик, но на этот раз у него большущая морковка И вот это мне совсем не нравится И они это по-моему делают специально Я откликаюсь на этого кролика с огромнейшей морковкой На это нельзя не обратить внимание И в это время меня убивают лучники По-моему это просто идеальная тактика Я хочу это переиграть и я хочу Я должен ее отнять Сразу ее видим Лучники промахиваются и попадают в мой щит Я тоже немножко промахиваюсь Мне срочно нужна эта морковка Но сначала надо рассчитать немножко путь перед собой Тут блин, а че ребят у вас здесь так много, а? Я хочу эту морковку Это моя цель номер один Выкидываем нафиг этот меч Он мне не нужен Он вонзается прям не только в одного А по-моему даже в двух ребят Бежим к морковке И я могу ее поднять Ой, это даже лучше чем какой-то меч Давай попробуем его в действии Да, с виду это безобидная морковка Но бьет она как настоящая Ай, серьезно что ли? Я вообще может быть не хотел драться У меня была в руках морковка Я безобидный И не знаю кто Но я точно был безобидный Я уверен здесь будет еще много чего интересного Но на этот раз кролик на нашей стороне Все ребят, мы обречены на победу И этот не просто кролик Он еще в какой-то броне Но он умирает, блин Это как бы плохо и как бы хорошо Потому что у меня есть теперь морковка С помощью которой я смогу творить просто какие-то страшные вещи Потому что она намного длиннее всего остального оружия в этой игре Ну кроме конечно какого-нибудь там лука И ой-ой, мне в спину вонзается горящая стрела Ну меня не сломить Я бегу, прорываюсь Убиваю ребят, которые даже не подозревают То, что я вообще здесь нахожусь Вот что ты здесь с рогаткой забыл? Тебе мальчик, тебе явно здесь делать нечего Какая-то огромная толпа Многие из этих ребят вообще вооружены И не надо бить мне в спину Ага, я кажется понял как стрелять Надо просто нацелиться Ой, ой, так это получается очень легко Только почему моя цель не поражается? Первый килл я сделал И это очень имбовое оружие, ребят Надо только ждать пока она перезарядится Никто на тебя не нападает А, ну да, точно Все, теперь мы знаем самое имбовое оружие в этой игре И опять это Дед Мороз Причем их даже два Этот батл сразу нечестный Потому что на их стороне играет снеговик И он явно там стоит не просто так скречивает Какая-то бомба, наверное, которая взорвется Как только я к ней подойду А этот парниша вообще без оружия Но ладно, ничего страшного Мне нужен лук Это самое имбовое оружие Конечно, можно еще попробовать взять Вот этот горшочек с яйцами Но я думаю, он не настолько сильно наносит урона Нежели лук Еще какая-то дудка есть И это единственное оружие дальнего боя Да, реально, это дудка единственное оружие Которое может наносить урон С большого расстояния Как раз ты остался один Я к тебе подхожу Беру дудку И начинаю просто Ага А значит, эта дудка с первого удара Никого не убивает Даже если попадаю в лоб И кажется, она убивает только со второго удара Или это вообще дротики со снотворным Которые действуют через пару секунд Нет, ребят, нифига Эти дротики полное говно Они убивают только со второго удара То есть, каждого парниша надо попасть по два раза Но все-таки это очень долго с каждыми ребятами так расправляться Лук как-то будет поэффективнее в этом плане Причем намного-много раз Ладно, так и быть Давай попробуем вот это оружие Но подожди Ты же мой союзник И как бы не очень хорошо убивать своих Ради халявного оружия Вот теперь-то, когда мы дождались его смерти Можно и взять это оружие Вот только, по-моему, этот горшочек Браться не хочет Он просто пропадает Что за дела? По-моему, это был какой-то очень крутой горшочек Который даже отравлял жертву Но мы бросаем оружие Промахиваемся Окей, из меня плохой воин И меня вообще убивают Но я хочу попробовать арбалет Вот и до моих рук Наконец-то добрался арбалет Но знаете что? Все-таки с большого расстояния Он тоже нифига делать не может С ближнего расстояния Да, я могу, в принципе, наносить урон Довольно-таки неплохой Буквально с одного удара Мои жертвы отъезжают Но большой урон Это еще не залог Гребаной победы И вот буквально через час игры Я узнаю, что цель этой игры Добраться до гребаного меча Вот только одна маленькая проблема Добраться до этого меча Я могу с самого начала игры И прошу прощения Где логика? На ваших глазах Я никого не убивая Без насилия Выиграл эту игру И в меня летит какая-то фигня Которая меня немножко отравляет Что не так с этой игрой? Почему я могу выиграть Совсем без усилий? И кто это ты такой? Это собака? Или волк? Или просто набор пикселей? Но в любом случае он меня убивает Немножко странно Быть убитым Фиг пойми кем Уже знакомая локация И уже знакомые нам кролики И без раздумья убиваем кролика И забираем морковку У него даже рука там отваливается Меня окружают Мимо меня уже летают снаряды С фиг пойми чем В этот раз у меня была просто Громеньшая альмия Но они по-моему все равно Ничего делать не собираются Вся задача лежит только на Моих плечах Мы так и не попробовали яйца В этой игре Урона они походу совсем не наносят А не попробовали мы их Потому что их Нельзя взять Да уж так же как и тот контейнер С какой-то там Жижей Который кстати меня отравили Это гарпун? Вы серьезно? Я уверен это оружие убивает Буквально с первого удара И я хочу его заполучить Прости братишка Мы вроде как воевали На одной стороне За красных Но Это гарпун Блин Это теперь мое наверное Самое любимое оружие В этой игре Только если оно еще и Оно еще и бьет Нафиг знает какое расстояние Я могу поражать не только Цели ближние Но и давай попробуем Как нибудь До вон того парниши И И Нет 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 Моя цель это кого-то убить На большущем расстоянии Вот только когда я Стреляю Научусь на них Они сразу Меняют Меняют свое направление И начинают идти ко мне Вот такое расстояние Идеальное На таком расстоянии Я могу Реально ребят На таком расстоянии Довольно таки Большом Я могу их убивать И помаленьку В их рядах Уже начинают Венец Какие-то Белые проблески А это значит Их становится все меньше И меньше И я не совсем понимаю Куда они идут Вроде там никого нету Они проходят А вот Вот Наконец он Развернулся на меня По-моему Уже надо заканчивать Это мессио Когда я добрался До гарпун Это все Ребята Это стопроцентная победа Никто И ничто Не может меня уже поразить А вот Я могу всех убивать На просто колоссальных расстояниях И патроны у меня Не ограничены Вот это кстати По-моему Немножко Странно Но вообще В этой игре Есть много чего странного Мы сами Только что в этом Убедились Если вам понравилась Эта игра То обязательно Скачайте ее Поиграйте в нее Сами Конечно же Она не требует Привязки к интернету Так что Если у вас Иногда бывают Проблемы Какие-то Перебои Со связью То вы можете весело Провести свое время В этой игре На этом у меня все Ребят Удачи вам И до новых встреч На моем канале Всем пока Суперсоник Парнейший Который сидит У компьютера Карта легкая Говорю мне Создатель карты Но вот Понятия нею Как мы отсюда Будем смиграть Всего лишь Два столика Заключенных Да я это Высказать не смогу Потому что Постоянно В этом коридорчике Ходят офицеры Которые меня Сто процентов Будут болеть Подождите Что А почему У меня в камере Нет моего столика Вот моя койка А рядом с ним Почему-то нету Столика Где мне Хранить Злые вещи Что за подстава Хотя В этом Есть свои плюсы Раз нет столика Значит Исполить за контрабанду Нас просто Не могут Придется мне Пользоваться Столиком Моего сокамельника Вообще Задача номер один Это найти Работу И же отобрать ее В нашем случае Работа разгрузки Свободная Это немножко Странно Он не занят Потому что Сейчас И есть Работа Блин Буквально Через пару часов Я смогу уже Устроиться на разгрузку Если кто-то Мой работник займет И будет классно Потому что Я привелюсь На генератору